Был день и час Когда судьба и сама жизнь этого человека Оказалась буквально висящей на волоске И не только его личная судьба Судьба сотен, а возможно и тысяч наших солдат На чашу весов оказался успех наступления Целого огромного участка фронта И все из-за одной единственной собаки Потому что связь в тот момент Между передним краем и штабом дивизии Осуществлялась под кинжальным огнем противника Только с помощью его овчарки Было 13 июля 1943 года В тот день гвардию рядовой Петрушин Отправил собаку с передовой в штаб Уже в четвертый раз А потом звонок С переднего края Что моя собака перешла в передний край И пошла к немцам Сержант Телефонка Стреляет ее немедленно Потому что документы очень важные А там говорит Нет ее Там кусты Она стоила в кустах Сержант мне говорит Готовьте в трибунал Ну собаку тут не будут судить Закон той войны на передовой Был суров Трибунал скор Попади эти секретные документы Врагу И неизвестно Остался бы жив проводник Служебной собаки Гвардии рядовой Петрушин Потом кто-то кричал Петрушин Твоя собака идет Смотри идет Голову вниз Хвост под себя поджал И потихонечку идет Знаете что виноват Отстегал его хорошо Он отбежал Метра двадцать Шкурой трещет Вот так Это может ему больно А я еще из автомата Очередь по верху отдал Он меня посмотрел И опять пошел В том же направлении Сержант говорит Вот теперь Точно в трибунал попадешь Я вам скажу Не прошло пяти минут Звонок из полка Донесение получено Потом из полка Опять приходит Ко мне И как всегда С хода На грудь мне кидается Меня лижет Кстати Тут нормально Все собаки понимают Человек приручил собаку еще в эпоху мезолита Десять тысяч лет назад Приручил Чтобы защищала И помогала на охоте Чтобы иметь рядом Живое оружие Которое всегда Можно обратить Против врага Когда собака погибала Зачастую Вместо хозяина Человек Каменного века Горевал Оплакивал ее А потом Заводил новую собаку Сегодня мы называем собак Лучшими друзьями человека Но по-прежнему Используем их Как живое оружие Собака пошла Одна И в этот момент Вот там Не дойдя до него Два метра Можно сказать Там Был такой Выстрел С той стороны Собака погибла сразу И те какие были люди На олене Они сразу В укрытии В принципе собака Она можно сказать Закрыла Она приняла первая Эту пулю На себе В тот день Был обезврежен Рамзан Абасов Он же Мурат Махчаев Так во всяком случае Следует Из найденных При нем документов Убить он мог По меньшей мере Четырех человек А убил Одного гарсона Жаль Конечно жаль Но будем помнить Пес всего лишь Выполнил свое Служебное предназначение Был другом Но в нужный момент Стал оружием Просто сделал то Чему его здесь научили Ему трех лет не было Он прожил два года И восемь месяцев У сотрудников Воронежского питомника УВД Где вырос И нес Свою службу Гарсон Так не полагается Чтобы одну и ту же Кличку Собаки носили По очереди В честь Геройского пса Можно было бы назвать Эту Эту Или к примеру Вот эту собаку Но никогда больше В Воронеже Не будет Гарсона Номер два Субтитры создавал DimaTorzok Когда-то еще В глубокой древности Великий полководец Александр Македонский Поставил под ружье Четыре тысячи собак Огромные псы-мастифы Одетые в попонки И скольчуги Обращали вспять Не только пеших И конных персидских воинов Но даже Их боевых слонов С появлением Огнестрельного оружия Псы войны исчезли Никто больше не верил В боевое использование собак На полях сражений Новейшей истории К началу Первой мировой войны Взгляды военных Изменились Десятки тысяч собак Были зачислены На армейское довольствие Во всех воюющих странах Правда В русской армии Четвероногих служак Насчитывалось Не более трехсот И использовались они По преимуществу В санитарной службе Впервые Практическое решение О развитии Военного собаководства Принято руководством Красной армии В 1924 году В Москве создан Центральный опытный питомник Это была первая школа Военных собаководов Задачу школе Поставили такую Быстро наладить разведение И дрессировку Военных и служебных собак Но специалистов Кинологов Тогда не было Из-за отсутствия Опыта применения собак В армии Для работы в центральной школе Вначале приглашались Даже дрессировщики цирка В школе потрудились И племянники Знаменитого русского Дрессировщика Владимира Дурова Владимир и Анатолий Дуровы У нас есть несколько методов Дрессировки основные Это механический Контрастный Вкусопроощрительный Метод подражания Метод наталкивания То есть их очень-очень много Контрастный метод заключается Значит Во взаимодействии Механического воздействия На собаку И затем Подкрепление лакомством Он не Основной Но он больше всего Применяется Хоть и стара Как мир Эта метода Лучше ничего Пока в науке Кинологии не придумано Выполнение приказов И команд от собаки Добиваются старым Дедовским способом Кнутом да пряником Меняются задачи Которые приходится Решать собакам Но способы обучения В основном Остаются незыблемыми Поощрение За выполнение команды Наказание За ослушание Этими же Годами отработанными Методами Пользовался и Воронежский кинолог Владислав Штейнер Когда дрессировал Своего лабрадора Чегаса Но правда Сам Влад признается Что пряник Использовал чаще Чем кнут Для него Воспитавшего Немало собак Чегас Пес особенный Он вернул его К жизни Желтая вспышка После этого Я хватаюсь за автомат Чувствую что пальцы Шевелятся А руку Руку поднять не могу Потому что рука Перебита Выше локтя Сразу Вот Значит Спустя Спустя Где-то Секунды Четыре На это Ведерги По моим впечатлениям Красная вспышка И нога Буквально Весник на штанине Правая нога Меня Оттащили В посадку Буквально За 10 метров Я отдал Разгрузочные Жилеты Все Магазины К автомату Мужики Я при всем желании Вам не помощник В моем состоянии Меня бы добили По-любому Если бы Нам не удалось Отбиться В начале ноября 1995 Грузовик Урал На котором Передвигались Бойцы ОМОНа Попал в засаду На горной дороге Среди тех Кто ехал Тогда в кузове Был и офицер Кинолог Из Воронежа 26-летний Младший Лейтенант Милиции Владислав Штейнер Стекло Убило Переднее Мы наклонились Сверху Собаками Владислав Занимался С детства Может поэтому И выбрал Профессию Такую Закончил Школу Милиции Стал работать В кинологическом Центре Когда пришлось Ехать в Чечню Взял с собой Свою служебную Собаку Черного Лабрадора Линду А дома Его осталось Ждать домашняя Домашняя любимца Овчарка Колли Герда Линда Тогда не ехала Не ехала с нами В том злополучном Урале Вот И она была Привязана Во дворе Комендатуры Гудермеса Вот И просто Омоновец Череповецкий Или Саранский Точно уже не знаю Там было Два Омона Вот К ней подошел Владил ее Вот И говорит ей Нет больше Влада Но Слава Богу Это все Оказалось Ну пусть Недалеко от истины Но Слыша Мои гибели Оказались преждевременными Рабочий день Закончился Я возвращаюсь домой И Вот Первый снег Выпал И он расставил Вот такие лужи Думал Господь Неужели Не приведи Господь Бог Мой власть Вот там Где-то лежит Вот Все вот Сыровато Грязно Знаете Я пришла домой А дома у нас была Шотландская овчарка Коли Вот И она Как-то вот Забилась под журнальный столик И не вылазит оттуда И вдруг Передает Опергруппа По-моему Череповецкого ОМОНа Значит Расстреляна эта группа Есть жертва Я встаю Вот прям Кричу в кухню Супругу Саши Саша Ты слышишь Это было вот Пятого числа В три часа дня После того боя Влада перевозили Из госпиталя В госпиталь Четыре раза Он оказывался В состоянии Клинической смерти Четыре раза Он успел Распроститься Со своей прежней Первой жизнью А когда Наконец Пришел в себя Врач подошел К нему И сказал Без ампутации В твоем случае Никак не обойтись Либо ты без ноги Но живой Либо с ногой Но мертвый Когда будете резать Спросил Влад Ответ прозвучал Как приговор Уже отрезали Правой ноги Выше колена У тебя нет Нет уже целых Две недели У меня после этого Конечно Депрессия стала Страшной То есть В 26 лет Оказаться инвалидом На взлете Очень-то Очень тяжко Было Очень тяжко Не уходи Еще в госпитале Владислав Задумал взять себе Нового пса Его прежняя Линда Теперь работала С другим кинологом На инвалидной коляске Штейнер приехал в питомник И выбрал Светлого лабрадора Щенка назвал Чигасом Влад поклялся Что воспитает Чигаса Служебным псом А для этого Ему надо было Встать с коляски Его первый протез Был отечественного Производства Штейнеру Пришлось вытерпеть Муки О которых он не говорил Даже матери Мы учились ходить Мы с коляской Спускались С восьмого этажа Около дома Он пытался Он учился ходить Он буквально С него тек пот Ну я не знаю Вот я брала Даже запасную майку Чтобы вот Как-то это Потому что славой было И боялась Очень что он Простудится Но он учился Он преодолевал Это себя Он учился На нашем простейшем Протезе ходить Чтобы работать С собаками Полноценно работать Уметь ходить мало Дрессирующий кинолог Набегает за день Не один километр Владислав Штейнер Прекрасно знал это И он поставил Новую цель Выиграть с Чигасом Всероссийские соревнования Военных кинологов Стал я На свою прежнюю должность Старшего инспектора кинолога Ну на самом деле Немножко заело А на самом деле Своё ли место занимаю По праву ли По И я решил И я решил доказать Прежде всего себе Что смогу Что я на самом деле Кинолог А не просто Объект для жалости Совсем недавно Влад и Чигас Заняли второе место На всеармейских соревнованиях К этому времени Штейнер уже стал майором И заместителем Начальника кинологической службы Чигас Первая служебная собака Которая живёт у него дома Специалистами Это не приветствуется Но Влад Слишком многим Обязан Чигасу И до сих пор Меня бросает взрожь Когда читаю Бима Только всё ж Никто не переубедит меня Во век Друг человека Только человек Ну а собака Что же Раз я мент То пёс оружие мое И инструмент Последние 60 лет Военной истории Специалисты уже окрестили Эпохой партизанских войн Так было в Корее Во Вьетнаме В Афганистане И в десятках других Локальных конфликтов Боевые действия Теперь разворачиваются При помощи внезапных рейдов Коварных засад Хитроумных минных ловушек Единственный способ Сохранить жизни людей Тщательная инженерная Разведка местности Зачистка дорог Тотальные проверки Какими бы техническими Средствами Не обладали Современные армии мира А без собак Тут никак не обойтись В полной мере Наши солдаты Осознали это В Афганистане Есть офицер В нашей школе А в то время он был Значит сержантом В Афганистане В 45-м инженерном саперном полку Он был командиром отделения У него самый знаменитый Пес скажем так Был Это Анчар По кличке Анчар И вот когда в ущелье Паншер Они проводили Очевидную боевую операцию И он находился С ним рядом Он вдруг Перестал повиноваться Развернулся И Стал уходить Безусловно Его вожатый Он не понимал Леонид Муравеев О чем идет речь Он как бы вроде И обозлился на собаку У него появился Как это так Моя собака меня не слушает И вот в этот момент Начался сильный обстрел То есть почувствовав Она показала своим поведением Что нужно спрятаться Но нужно уйти Надо понять меня Что в этот момент Нельзя продолжать движение Надо его прекратить Значит Бой завязался Леонид сам был Ранен В ногу И когда закончился бой То он вернулся к нему Прибежал И смотрел ему В глаза И говорил Ну как же ты меня не понял Когда я же вас всех предупредил Что нужно Значит Принять меры Нужно Как-то предохранить себя От этой опасности И когда Леонида Отправляли В госпиталь Значит Ребята Перевязали Помогали Грузить его в вертолет То у собаки На глазах Были слезы О полковнике Чухареве Среди кинологов Буквально ходят легенды В конце 80-х годов Он отвечал За работу кинологов Всей 40-й армии Или как тогда говорили Ограниченного Воинского контингента Выполняющего Свой интернациональный долг В демократической республике Афганистан Тогда наши военные Впервые столкнулись С минами Итальянского производства В пластиковой оболочке Против таких мин Металлоискатель Был бессилен Число раненых И убитых Росло с каждым днем Тогда в дело Вступили люди с собаками Один офицер приехал С операцией И говорит Вот теперь я верю В собак Что они действительно Очень здорово ищут Поскольку мы на такой дороге Искали Тяжелой Где не просто Ну скажем так Скалистый грунт Там камень А там еще и пыль Сантиметров 15 Просто ничего не видно И когда мы Говорят Ну хорошо собака Одну мину нашла Вторую мину нашла Третью нашла Потом Говорят Она вот встала возле куста От куста не отходит И все Ну такой кустик там небольшой Значит Вроде ее пытаются убрать Она обратно возвращается И говорит Вот лапу подняла Вот так Лапу показывает на куста Что отсюда выходить нельзя Вот Так это рассказывал мне офицер И когда Говорят Когда начали Действительно Заниматься Вот этим вот кустиком Который стоит на краю дороги То опять нашли мину под ним Поэтому Говорят Она даже уже Настолько я полюбил собак Что они даже Говорят лапами пока Тоже не то что Говорят Хотят уже сказать Ну вот здесь Остановитесь Здесь же есть мины Их же надо собирать Вот они перед вами Я же вам показываю И где Работайте За полковником Чухаревым Еще в Афганистане Закрепилось одно прозвище Так звали его и позже Когда он командовал Главным военным питомником Страны Красная звезда Так зовут его и по сей день Прозвище это Собачий папа Ну собачий папа Значит Это уважительное С уважением Так относятся ко мне Мои друзья И так называют меня В жизни собачий папа Потому что Как бы я много Занимаюсь в жизни Собаководством От 69-го года Я все таки В вооруженных силах Ну в армии как говорят Значит В полку Наш папа Командир Это папа Для личного состава А для собак как А у нас Почему А папа для всех Для всего личного состава Ну для собак Братьев меньших Тоже должен быть Какой-то старший Тебе Ну вот взяли И ласково Назвали Собачий папа Сегодня Евгений Николаевич По-прежнему на передовой Только она теперь Невидимая стала Передовая это На плечах Собачьего папы И его питомцев Забота о предотвращении Террористических актов В аэропортах И вокзалах Нынешнего врага Не увидишь в бинокль И не распознаешь С борта вертолета Но он не менее хитер И коварен Чем душманы И так же трудно Найти его И обезвредить Только орудует он теперь Не в далеких Афганских горах А буквально среди нас В самом сердце России Внимание кинологов И собак подразделений Которыми командует Чухарев Приковано К багажу пассажиров Появился такой экземпляр Которая очень любила искать В транспорте взрывчатое вещество Нет необходимости ее заставлять Она просто Вот если сегодня Она не поискала То завтра она больная То есть как бы Вот как наркотик Для нее Это вот найти Этот предмет С запахами ВВ Взрывчатого вещества И вот когда она его находила Она настолько возбуждалась Что она начинала говорить Она в полном смысле Ну по собачьи Она говорила Вот так подходит Вот нашла это место Не отходит от этого И так Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау И заводится настолько Ее пока не вытащит этот предмет Или ее не достанешь И не покажешь Вот он Все Тогда она успокаивается Хватает его Очень довольна Такая с ним уходит Спада? Где? Где? Спада где? Где спада? Там чемодан лежит. Спада? Спада. Ни для кого не секрет, что спецслужбы всего мира применяют специально дрессированных собак для решения своих особых задач. Эти задачи, как известно, бывают весьма разнообразны. Например, для слежки за известным шпионом Пеньковским наши комитетчики применяли мелких собак, натасканных только на его запах. Прогуливающиеся с баллонками или шпицами старички и старушки не вызывали у Пеньковского подозрения, тем более что вели его на значительном расстоянии, постоянно подменяя друг друга, что называется, повесили ему всех собак на голову. Отечественные спецслужбы начали нестандартно использовать собак довольно давно, еще в конце 20-х годов. Сотрудники военной разведки СССР придумали и разработали совершенно уникальный проект. По предложению научно-исследовательского института военно-воздушных сил в середине 30-х годов началась особо секретная экспериментальная работа по использованию собак-диверсантов. Намечалось самолетами забрасывать их в тыл противника, где они должны были подрывать стратегически важные объекты. Назвали эту службу собак воздушно-десантной, хотя по сути дела это была самая настоящая диверсионная собачья группа для действия в тылу врага. В это же время в Приволжском военном округе кинологи и взрывники придумывали, как с помощью собак уничтожать танки. 21 февраля 1931 года начальнику вооружения Красной Армии было доложено, что впервые разработан способ применения собак для борьбы с вражеской бронетехникой. Суть дрессировки заключалась в том, что собак приучали есть только под танками. Сначала стоящими неподвижно, затем с заведенным двигателем, а потом под ползущей на небольшой скорости машиной. Когда собака подбегала к нему спереди, танк останавливался и ей давали миску с едой. Этим собакам не давали имен, только номера. Потому что все, от командиров до рядовых проводников, понимали, что ждет их только одна неумолимая участь. Судьба собаки Камикадзе. В 1940 году новая служба военных собак была показана наркому обороны маршалу Советского Союза Тимошенко. После чего ее приняли на вооружение. Во время Второй мировой войны в гитлеровской армии служили 400 тысяч отлично обученных собак. Большую их часть составляли знаменитые немецкие овчарки. Но немало было и других серьезных в служебном боевом отношении пород. Ризеншнауцеры, доберманы, немецкие доги. Отбирали собак безупречных с точки зрения физиологии и психики. Неумолимо действовал арийский принцип почвы и крови. В разведении военных собак принимало участие все население Третьего Рейха. На фронт отправляли четвероногих сторожей, связистов, миноискателей. Но до боевого применения собак против танков руководство вермахта почему-то не додумалось. В первый год Великой Отечественной войны специально обученные собаки Красной Армии уничтожили более 300 танков. Когда командование вермахта узнало о непрогнозируемых потерях, немедленно распространило в своих войсках инструкцию по борьбе с русскими собаками истребителями бронетехники. Впрочем, особого эффекта это не возымело. Дважды герой Советского Союза, генерал армии Лилюшенко, командующий 30-й армией, был очевидцем, как 14 марта 1942 года отряд специальных собак, полностью погибнув, остановил танковую атаку противника. После этого он в своем отчете написал, что при массированном применении танков противника противотанковые собаки являются неотъемлемой частью обороны. Это означало, что на фронт будут брошены новые десятки и сотни тысяч мобилизованных у хозяев трезоров и бобиков. В прифронтовой полосе были развернуты полевые школы, где чьих-то вчерашних питомцев готовили принять смерть под танком. По некоторым подсчетам, за все время войны на передовой погибло не менее полутора миллиона собачьих душ. Цифра, конечно, очень приблизительная. Кто их тогда считал? У меня собаки жиром облиты были. Я любил собак. Ну, спал с ними, ел с ними. У меня была и лайка северная, ездовая, которая у меня была корневая, и она у меня опять команду знала. Ко мне, вперед, направо, налево стоять. Больше и мне ничего не надо. Вот эта вот северная лайка, бобиком я его назвал. А была овчарка черная, она не лаяла, а только горячала баба. Голос такой был. Меня прозвали баба. Ребята в шутку. Говорит, бабушка. Ну, так вот. И две, одна маленькая черненькая какая-то была, не знаю, она совсем не тянула. И шульман, перерос так овчарки. Такие волокуши солдаты на фронте звали лодочками. Весь экипаж лодочки. Четверка псов да санитар. Он же вожатый ездово-нартовых собак. Задача экипажа проста. Успеть вывести из-под огня как можно больше раненых бойцов. А еще по возможности не погибнуть самим. Эта задача была посложнее. У меня две упряжки. Но Бобик остался у меня взрыв. Главное, что меня ударило в руку. А собаку этой же пиповой пулей, она шла на излете. А этой же пулей моего Бобика лапал. Ну, это зажило быстро, сшили это у сухожилия. А врачи перевязали меня. Стал возить, и я не уезжал никуда. Нормативы были не только на солдатский паек, но и на боевые награды. За спасение 20 раненых с поля боя вожатого награждали орденом боевого красного знамени. За 25 сохраненных жизней давали орден Ленина. Гвардии рядовой Торохов сумел на своей волокуши вывести из-под обстрела в общей сложности 1580 раненых красноармейцев. А это значит, что для высших регалий у Дмитрия Михайловича буквально не должно было бы остаться место на груди. Однако ничего подобного. Его фронтовые награды, красная звезда и три отличия за отвагу. Остальные представления кардинам и медалям, полагает он, наверное, потерялись. Я приезжал на передовую. Там мне уже знали, кого ранен, кого что. Беру его, вытаскиваю или из воронки, или где-то лежит под кустом, или где-то под деревом. Беру, укладываю, здесь из зима. Укладываю, закрываю его этим конвертом, завязываю и вперед на перевязочный пункт. По-разному было, где это 200 метров, 300, а где это полтора-два километра. Нет места, где все простреливается, все пробивается. И по-разному обстрел шел. И по-разному выбирались места, где проскочил опасный участок, спокойно едешь. Каждый за каждой поездкой шел по существу за своей смертью. Многие думают, что когда после боя считают потери, в сводки попадают лишь убитые и раненые бойцы. Это правда, но не полная. Учитывались и потери среди армейских собак. Но кто, кроме подростков военной поры, вспомнит сейчас о том, что на погибших на фронте собак даже присылали похоронки их бывшим хозяевам. А когда пришла победа, собак, как и людей, демобилизовывали массово. Война окончилась. В мае 45-го Дмитрия Михайловича вызвали в Москву, чтобы он принял участие в параде победы. Думал поехать с Бобиком, но для санитарных собак в почетном строю почему-то не нашлось места. Брали только псов-саперов и псов-связистов. Они-то и прошли по брусчатке Красной площади 24 июня. Уезжая из столицы, Торохов узнал, что после парада четвероногих победителей сразу же отправили в Институт переливания крови для опытов. Дмитрий Михайлович возвращался и надеялся, что Бобика не тронут. Но в части никто не встретил его радостным лаем. Всех санитарных псов, и Бобика тоже, увезли в неизвестном направлении. Скорее всего, на ближайший маловаренный завод. Дважды в год, 9 мая и 22 июня, Дмитрий Михайлович Торохов приходит в музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Путь его всегда одинаков. Через все залы в тот, где выставлены его, гвардии рядового Торохова, санитарная лодочка для эвакуации раненых. Калининский, 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 Центральный фронт, Пять фронт, Второй прибалтийский, Балтийский, Ленинградский и Ленинградский. Звук в Патриотическом песту специально для вас. Субтитры создавал DimaTorzok В нашей стране нет памятника санитарной собаки. Только в одном зале музея на Баклонной горе, рядом с лодочкой Торохова, стоят глиняные фигурки. Четверка псов тянет волокуши. Корневая ездовая лайка. Эту группу вылепил сам Дмитрий Михайлович. В память о Бобике и других своих собаках, с которыми прошел через всю войну. После Второй мировой войны кинологи разных стран задумались над созданием из собаки совершенного инструмента. В 1950 году генерал Медведев, возглавлявший Центр военного собаководства, предложил Сталину создать четырехлапого суперсолдата, способного выполнять задания при любой погоде, жить на подножном корму и становиться камикадзе по первому требованию дрессировщика. Идея Сталину понравилась, и под проект были выделены немалые деньги. Вскоре путем сложного скрещивания была выведена новая порода – русский черный терьер. Получилась собака проворная, как Ризеншнауцер, сильная, как Ротвейлер, неприхотливая, как Ньюфаундленд и, кроме того, обладающая тонким чутьем эрдельтерьера. Длинная шерсть давала ей возможность одинаково хорошо переносить 40-градусный мороз и 30-градусную жару, а темный окрас – сливаться с местностью в темное время суток. Долгое время эта порода считалась чуть ли не одной из гостайн СССР. Это одна из тайн современной российской кинологии – волчица Найда. Прежний ее хозяин чуть не продал ее каким-то состоятельным гражданам на чучело. То, что она оказалась в распоряжении профессора Касимова в питомнике Пермского военного института – ее большая волчья удача. В отличие от всех прочих волков, Найда подчиняется ему настолько, что не отказывается проходить ту же полосу препятствий, которую проходят собаки. Ее свели с кобелем, черной овчаркой, и получили вот это странное на вид поджарое потомство. Официально этих животных именуют волчи-собачьими гибридами. Неофициально их зовут волкособами. С ними работают, их тренируют и натаскивают. От волчьего рода они унаследовали многие сильные качества. Особенно уникален нюх. Ведь волк способен брать след даже трехсуточной давности. Для сравнения, у собаки тот же показатель всего лишь 8-10 часов. Единственным предком собаки на сегодняшний день, по мнению почти всех уже кинологов, есть, конечно, исключение, является волк. Ну, одно дело, это волк 150 тысяч лет тому назад, а примерно такова датировка расхождения волка и вот то, из чего получилась домашняя собака. И современный волк, конечно, разные животные. Конечно, разные животные. 150 лет – это очень большой срок для селекции. Но мне все равно было любопытно, а есть ли в современных популяциях гикого зверя, волка, такие особи, которые являются носителями поведенческих свойств, на основе которых возможность сближения с человеком. И вот эта волчица, мне предложили ее посмотреть. И когда я увидел, у меня и в планах не было заниматься волком. Я удовлетворял свои любопытства, есть или нет, но когда я увидел эту волчицу, я понял, что вот это как раз тот самый объект, тот самый азиотный, тот самый экземпляр, который уникален по поведенческим задаткам, на основе которых и можно сформировать нечто. Теперь уже не секрет, что эксперименты с волчи-собачьими гибридами проводятся, и, конечно, тайно. Ими занимались армии и спецслужбы многих стран. Но только здесь и сейчас, у нас, в России, был, наконец, получен перспективный результат. До сих пор ничего подобного никому не удавалось. Все предыдущие попытки заканчивались тем, что помесь волка и собаки наследовала худшее качество первого – эгоизм, недоверчивость, настороженность, коварство. В общем, все усилия шли, как говорится, псу под хвост. У нас здесь есть площадка для обыска местности, там 50 схронов, в которой, ну, для имитации, где должен прятаться нарушитель. По нормативу у собаки выделяется до 6 минут обыск этой площадки. Очень хорошие собаки около 1 минуты. У нашей гибриды даже 20 секунд. Укладывались, превышая норматив, во много раз, в 20 секунд. Мы обнаруживали двух-трех спрятавшихся условных нарушителей. Ну, я его взял, как бы, с щенка. Поначалу он довольно быстро ко мне привык. Кормишь постоянно, приходил его, кормил, подкармливал, там, лакомствами различными. Печенье очень любил, сосиски, голбасу – это вообще для него радость. Ну, так с ним и наладили контакт. Собака, конечно, намного легче работать, как бы. Но у волка есть свое преимущество. Выносливость лучше гораздо переносит, болезни хорошо. Зимой даже вот все собаки, ну, зимники, они спят там, а эти в летнем, и на снегу лежат спокойно, в морозы. Ничего им, как бы, выносливость, ну, как-то их 4 часа, вот, бегали они с нами. Ничего, свободно. Собака бы уже, конечно, устала. Эксперименты по созданию новых пород продолжаются и поныне. В 1971 году Пентагон выделил своим ученым 1 миллиард долларов для выведения суперсобаки. Больше ни в печати, ни в специальной литературе сообщений на эту тему не было. До сих пор мы не знаем, увенчались ли эти исследования успехом. Что же касается нас, со многих военно-научных проектов по использованию собак, дельфинов и других животных, гриф секретности до сих пор не снят. Но если даже судить по успешным экспериментам с волкособами, на месте мы явно не стояли. А вот это у нас самый продвинутый ран. На, 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 на. Самый продвинутый, самый продвинутый. Это вообще класснейшее животное. Я бы даже так сказал. Начальник кафедры говорит, Кириллеш, вот действительно, его вообще ничего не смущает. Абсолютно. Мне вот как рекомендация, чтобы, понимаете, немножко усмирить его, вот, лидерские задатки, мне кинолог, говорит, ты возьми, говорит, у вас там БТР, мне же друг БТР поставь, он говорит, превратится вообще, говорит, в ничто и что, что угодно будет делать. Он даже внимания не обращает. Он даже внимания не обращает, что тут два БТРа. Или вот у нас идет сброс воды на Камгас, там все дрожит, трясется. Обычное животное полностью теряется. Он внимания даже не обратил. Он настолько устойчива психика. То, что вы видите, есть не что иное, как прибор для обнаружения запрещенных веществ. Пресса уже успела окрестить его автоматической собакой. Работает он по принципу магнитно-молекулярного резонанса. Если оператор ищет наркотики или взрывчатку, устройство само подает ему знак. Антенна разворачивается и указывает туда, где должен быть запрятан криминальный груз. Весит такая штуковина всего лишь 100 грамм. Она видит сквозь стены, сквозь металл, под землей и под водой. Словом, препятствий для ее сигнала практически не существует. Она не устает, не лает, не кусается. Ее не нужно обучать, воспитывать, кормить. И собачьих слез от нее ни за что не дождешься. Может, не за горами то время, когда техника сменит собак на всех фронтах, видимых и невидимых. Остается только научить технику ходить по следу, задерживать нарушителей, спасать жизнь хозяина. Ну а этим собакам нет ни малейшего дела до хитроумных электронных новинок и перспектив их внедрения. Они о них даже не знают. Смысл их жизни, как всегда, прост и понятен. Исполнять долг, нести службу, жертвовать собой ради людей и вместо людей. И пусть мы по-прежнему будем прекраснодушно полагать, что в этом и есть их вечное собачье счастье.